Вчера закончилось судебное разбирательство по делу Маскалёва. Ему было предоставлено последнее слово. После последнего слова судья, перед тем, как удалился в совещательную комнату, назвал время и дату оглашения приговора, что и было сделано. Согласно уголовно-профессуального кодекса Российской Федерации, статья 3010, сегодня был оглашен приговор. Но подсудимый, господин Маскалёв, на оглашение приговора не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Какой приговор ждете сегодня? Мы ждем оправдания, но лично у меня надежды нет, что его оправдают и то, что его не посадят. Потому что то, что происходит, и предпосылки даже тех людей, которые здесь, никто не позаботился о Маше, никого судьба ребенка не интересует. Я уже говорила о присутствующем в коридоре, еще повторю, что мы ребенку передавали телефон, передавали передачку, а мы до сих пор не знаем. Передали ей передачку, телефон ей не отдали до 100%, потому что ребенок не связался ни с папой, ни с близкими ей людьми. То есть фактически ребенок уже приговорен. Приговорен находиться неизвестно где. Поэтому лично у меня нет надежды на то, что будет оправдательный приговор. Хотя, судя из того, что вчера здесь проходило судебное заседание, никаких нет прямых доказательств, что это вообще делал Алексей. Потому что у него и компьютер был взломан, мы тоже об этом знали. Он говорил об этом. Он говорил об этом, а мы об этом знали. Мы могли это свидетельствовать, как свидетели. Поэтому, к сожалению, у нас никто не пригласил. У вас мы вызвали в суд, да, как свидетели? Да, и никто не ожидал, что суд пройдет в таком ускоренном режиме. Нужно побыстрее и побыстрее провести этот процесс. А вы все понимаете, что девочка останется в приюте? Вы согласны с этим? Молчание? Мы надеемся, что Машу отдадут в пахе. А вот вторые ряды молчат. А вот женщина, которая хочет дождаться обвинительного приговора, да? Да, я хочу. Потому что здесь должна идти речь не о ребенке, а о папе, который нарушил законодательство, запрещающее высказывать свои агрессивные действия против специальной военной операции и против президента. Я видела ваши фотографии, выложенные в одноклассник. Это ужас. Я в одноклассниках вообще не бываю. Да не знаю, это вы так сделали. У нас есть конституция. У нас свидетельная просьба. Давайте соблюдать просто порядок. Тем более у нас идут другие судебные заседания. Сегодня провозгласили приговор в отсутствие Алексея Москалева. В моей практике это первый случай. Было непонятно, в чем эта причина. Вот сейчас буквально я поднимался по просьбе секретаря на второй этаж. Она сказала, что сейчас мне уручат копию приговора. Вчера некоторое время она вышла, сказала мне, что мне направят копию приговора по почте. И когда спускался вниз, встретил пресс-секретаря Кольского областного суда. У него спросил, может она же знает, что случилось и где находится Алексей. Она сказала, что по информации ее Алексей сбежал. Из-под домашнего ареста. А вы когда с ним поцелу разговаривали? Мы с ним виделись вчера во время суда. И сегодня, когда ходили к Маше в центр по дороге, я ему перезвонил, для того, чтобы узнать, дома ли он, и чтобы к нему зайти. Вот по поводу этих всех рисунков, которые там это самое подарили. Телефон не ответил, но я так понял, что его привезли сюда, потому что обычно заранее приезжают, забирают людей, чтобы где-нибудь какое-то время гарантировано, чтобы человека привезли в суд. И суд начался без проволочек. Ну, по телефону никто не ответил, но он все, больше никакой другой информации не может. Слушай, что приговор его в тяжести попросил? Ну, что, кто приговор его попросил, то судья и назначил. То есть я считаю, что приговор абсолютно несправедливый, потому что доказательств его вины нет никаких, которые могли бы заговорочно говорить о его виновности. Сам приговор основан на тех доказательствах, на показаниях свидетеля, на каких-то документов, которые не являются спорными. И все противоречия по доказательствам его вины судом не устранены. Я считаю, что приговор необходимо будет обжаловать в дальнейшем как незаконно и несправедливо. Скажите, пожалуйста, а за Машу будете в дальнейшем бороться? Естественно. Сколько с ней? Какая процедура? Что теперь будет 6 апреля ожидается? 6 апреля получается, что если у нас суд постановил Машу передать вот этот суд, постановил Машу передать органам опеки, то фактически Маша будет оставаться в органах опеки. Там же, где она сейчас. А если ее родственники попросят опеку над ней? Ну, смотрите, у нас получается по семейному кодексу, после того, как выносится постановление суда о передаче ребенка в органах опеки, в течение месяца они определяют, где в дальнейшем Машу будет содержаться. Если родственники, либо иные люди, которые заинтересованы в получении опеки над этим ребенком, обратятся, документы, которые они предоставят в обосновании своей просьбы, они будут рассмотрены органами опеки и будет дана им оценка, и орган опеки уже определит, где будет находиться ребенок в дальнейшем. То есть у нас, если обращаются в обосновании, то они имеют приоритет перед другими претендентами, соискателями, скажем так, по этому поводу. Ну, так что вот такая вот ситуация. То есть есть шанс, то, что может оказаться, а то, что если нет? Если орган опеки посчитает, что достойных претендентов нет, то в этом случае, да, может оказаться. Желаю мне девочки, будет учитываться при выборе и попадании? В любом случае. Потому что у нас по закону, у нас, если, например, как бы человеку, ну, больше 10 лет его в любом случае, спрашивают и интересуются его мнением. Ну, по большому счету, решается его судьба, естественно, как бы. Мнение ребенка необходимо учитывать. А адвоката у Маши нет? Ну, адвоката у Маши нет. Скажите, пожалуйста, о дальнейших действиях суда в отношении Алексея? Ну, если он сбежал, если это на самом деле так, то он объявляется в розыск, срок его наказания приостанавливается до тех пор, пока он не будет установлен, не будет задержан. А адвоката? Практически в 100% факт побега, он расценивается судом как фактическое признание вины. И отягчает. Особо на апелляцию надеяться нет возможности. Но, тем не менее, все равно делать, что должно, совершится, чем не суждено в данном случае. Я не знаю, где он. Я надеюсь, что, по крайней мере, он без запасности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...